Как вы относитесь к клонированию? Я вот, например, не очень. Если бы нас было много, мир бы давно утонул в разврате эпохоти города, снабжённой ленью и щепоткой добра. Удивительно, гордый кавказский народ с одинаковой щетиной бодро марширует по улицам Новосибирска в валенках и с третьим глазным яблоком на лбу. Империя цветёт, слава героям, героям слава. На фоне серости и приедания людской внешности начинаются срывы. Два биолога подрались насмерть микроскопами из-за того, что снято имя проститутка, выглядела как жена последнего. В новостях на 10 каналах ведущие с одинаковой гейской прической рассказывают, как один из участников конфликта засунул другому длинный игольчатый кактус в задний проход и с особой жестокостью утрамбовал его растущим побегом бамбука. Несчастный кричал, вырывался, молился, рыдал, Настя, прости меня. Я бы показал вам это видео, но слишком уж это жестоко. Меня бы не понял мой зритель, которого уже достаточно много, и я знаю, он против насилия. Я тоже это не люблю. Живите в мире, по правде избегайте скотобоин и деревень, в них убивают цыплят. Добра, мир и масло на хлебе, чтобы каждый из вас и дальше был собой. Бокал за всех вас. Как хорошо, что я никогда не пью. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я хотел бы рассказать вам о такой машине, как Шерман 2. Это британский Шерман. И есть тут несколько интересностей, которые с ним связаны, но о них чуть попозже, потому что, ну для того, чтобы огонь моей душе разжегся посильнее, нужно сначала рассказать о самой машине. Начнем с орудия. Здесь вообще ничего примечательного, это все та же абсолютно похожая и знакомая М3, 75-мм орудие. Самые интересные снаряды, это, конечно же, бронебойные каморники, которые пробивают 90 мм и 81 на 500 метрах, и подкалиберы, если вдруг они вам нужны, это 143 мм в упор и 127 на 500 метрах. Ну плюс, конечно же, есть фугасы, это приятно, есть сплошные болванки, которыми вы будете стрелять по самому началу. Тяжело, конечно, но что поделать, вариантов немного. Отличные углы склонения орудия в минус 12 градусов, все достаточно неплохо. Перезарядка тоже достаточно бодрая, реально очень-очень приятная. 5,8 секунд, это учитывая то, что здесь у меня экипаж хоть и прокачанный, но нету даже базовой, так скажем, какой-то прокачки его, ну, например, до экспертов. С экспертами вот сейчас я прям, наверное, это сделаю и посмотрю, сколько получится. 5,3 секунды, то есть до 5 секунд раскачать перезарядку можно. Это реально круто. Стоит отметить также, что орудие обладает приятной особенностью, но стоит быстро поворачивающейся башней, аж 22 градуса в секунду, и по комфорту стрельбы реально все прям очень здорово. И в целом единственная, наверное, такая проблема, это вот после орудий каких-то британских топовых очень тяжело стрелять, поскольку баллистика похуже. Ну, действительно, 618 метров в секунду скорость полета бронебойного каморника, это основной ваш снаряд, ну, немножко стоит привыкнуть. Опять же, дело нескольких боев, я полагаю. Далее, бронирование. Абсолютно ничего интересного, все тот же самый Шерман, тысячу раз мы его видели, даже показывать особо не буду. Лоб корпуса по 50 миллиметров, кое-где 38, там и бортовая броня 38 миллиметров, реально эффективной толщины тут от 70 миллиметров и больше. Короче, как повезет с попаданием. Есть, кстати, некоторые места, которые будут пробиваться более чем изи, но это надо для этого борт подставить, вы там поаккуратнее, чтобы вам не заходило туда. Также стоит отметить, что, в принципе, по подвижности мы тоже ничем не отличаемся. Это тот же самый Шерман, 400 лошадиных сил на 30 тонн. Очень, не очень у него с поворотом, но в целом едет он относительно нормально, окей, с этим можно согласиться. А теперь время вопросов. Сыграем с вами в угадайку. На каком боевом рейтинге находится данный Шерман? И на каком рейтинге находится его аналог в американской ветке? Правильно, наш Шерман находится на боевом рейтинге 3,7. А Шерман в американской ветке, такой же с литым корпусом, находится на боевом рейтинге 3,3. Пам, пам, пам. А теперь самый главный вопрос. Как? Почему? Никто не ответит, и вы никогда не узнаете ответа на этот вопрос, потому что улитки, по-моему, сами не знают, ну как же они балансят свои танки. И я бы понял, есть Шерман, у которого есть катаная броня, она такая вся, знаете, более резкая, да? У него чуть выше коэффициент прочности, он как раз стоит на 3,7. Вот если бы этот Шерман был у британцев, я бы и слова поперек не сказал, но почему тот Шерман, который у америкосов на 3,3, у нас находится на боевом рейтинге 3,7? Маленькая дилемма. Абсолютно маленький вопросик, который ломает мне голову напрочь, я не понимаю. Это что получается, для удобства становления в сетап, например, с тем же самым Кромвелем, да как бы зачем, я бы мог и с Валентайном покататься, например, на этом Шермане, так что это ломает мне мозг, ну или Арчер взять на худой конец. И по сути, реально, геймплейно этот Шерман от того не отличается, просто мы встречаемся с противниками чуть более высокого БР, хорошо ли это? Нет. Но как это сказывается на игре? Да почти никак, по сути это опять же в основном КВшки, в основном 34ки, ну или там немецкие, да, F2, которые нас пробивают чуть ли не на вылет. Так что никаких проблем особых с этим повышением БР я не испытал, он просто есть и этот факт меня тревожит. Ну почему? Машины одинаковые. Единственное, что странно, конкретно у Шермана Британского, почему-то у меня гораздо лучше скорострельность, и этого я тоже не понимаю, потому что одинаковые орудия, одинаковые корпуса, все дела, и у него есть еще подкалиберные снаряды. Здорово, мы хоть что-то получили за повышение БРа, но... но можно же было как-то это по-другому объяснить так, чтобы у меня не возникало этих вопросов. Ну, в общем-то, ладно. Здесь мы, думаю, разобрались, как на нем играется. Играется на нем на самом деле замечательно, это один из лучших британских танков на 3.7, который не британский. Почему? Да потому что каморные снаряды, наконец-то он нормально пробивает и нормально убивает. Ну, единственное, что если попадаем в низ списка, там можно подкалиберами пользоваться, а так каморных в основном везде хватает, это здорово. Также стоит отметить, что живучесть танка более-менее неплоха, 5 членов экипажа, но опять же вы знаете болезни Шерманов, это боеукладка, которая очень любит подрываться, ну, потому что она распихана по бортам, и если подставлять борт, то будет все очень плохо. Но зато трансмиссия защитит, в башне 3 члена экипажа, а в корпусе двое. То есть заваншотить нас, ну, такое занятие в лоб не особо тривиальное. Хотя, учитывая, кто против нас играет, а это всякие панцеры, например, если мы берем немцев, то тогда да, становится все печально. Но вот советом с нами бороться, например, уже не так легко, потому что бронирование защищает, а мы их тоже, в принципе, пробиваем, развоплощаем. Ну, с КВ разве что могут возникнуть проблемы, но здесь-то, слава богу, все-таки нам дали подкалиберы. И если ББшка не будет заходить, то подкалибером кое-как расковырять тяжелые цели можно. Так что, доволен ли я этим танком? Я более чем доволен этим танком. Доволен ли я его боевым рейтингом? Да, черт побери, я доволен. Я просто не понимаю, почему дали литой корпус. Можно же было дать тот самый, который у американцев на 3.7. По сути, танки тогда бы тоже ничем не различались, все-таки прочность у того корпуса несколько выше. Ладно, это просто вопрос к мирозданию, немой, скорее всего. Если вам понравилось данное видео, то не забывайте поставить большой палец вверх и подписаться на канал. Я думаю, мои труды того стоили. Ну и, собственно, если вы будете прокачивать этого Шермана, то, я думаю, с проблемами не столкнетесь. Он должен вам прийтись по душе, особенно учитывая, если вам не понравились британцы в принципе начальные. Это, наверное, будет какая-то такая отдушина. Ну и всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.